Привет всем, с вами Кик, с новым годом и с самыми лучшими пожеланиями, чтобы все у вас было отлично в этом году. Меня не было две недели или больше, извините, был занят. Очень много отличных событий, хороших событий планируется на 2017 год. И все это начинается, в принципе, с того, что открылась первая в мире, первая в мире exchange, где можно купить токенизированную версию, скажем, таких компаний, как Google, там 4 прямо сейчас, это Google, Facebook, Apple и Tesla, то есть токенизированные версии акций этих компаний. В двух словах, что такое токенизированная версия акций, можно понять вот так. Акция стоит, скажем, 500 долларов, у вас нету 500 долларов, чтобы купить эту акцию, потому что вы не можете купить акцию на 40 долларов. Токенизация акций позволит купить акцию столько, сколько у вас есть средства на это. Если у вас есть 10 долларов, вы можете купить частицу этой акции на 10 долларов, стоимостью 10 долларов. Такая смена инфраструктуры, изменение инфраструктуры позволит многократно увеличить самую первую ликвидность. Что такое ликвидность? Это когда есть продавцы, есть покупатели, то есть если есть 10 покупателей, которые хотят купить эту акцию на 500 долларов, то в этом случае появляется очень много людей, которые заинтересованы в покупке данной акции, потому что стоимость акции уже не фиксирована. То есть они могут купить настолько, насколько они могут им позволить, у них есть средства. То есть 10 долларов, повторюсь, 500 долларов и такое. Токенизировать можно все. В принципе, за несколько лет, на будущее, на 3-5 лет, будет токенизироваться вся экономика. Все будет токенизироваться. И даже вы можете токенизировать свой дом. Когда я говорю, что в чем нужда токенизации, к примеру, вашего дома, люди спрашивают такое даже. И к примеру, представьте ситуацию, когда вы токенизируете свой дом и продаете один токен, покупаете себе огромный телевизор и со временем покупаете обратно этот токен. Или такой пример. У вас есть отель, и вы хотите открыть маленький отель, и вы хотите открыть второй отель. Для этого вам нужны средства. Что вы сделаете? Возьмите из банка кредит, или вы найдете инвесторов. Трудность в чем? Трудность в том, что для банков это бизнес-план, который, ну, в принципе, не очень легко взять такой кредит. Второй. Найти инвесторов тоже нелегко. И что вы сделаете? С помощью токенизации вы токенизируете ваш отель, вы соберете ту сумму, которую вам нужно, чтобы открыть второй отель. И поскольку токены на смарт-контракте, что самое главное, у вас там, скажем, будет пункт payback, купить обратно. Скажем, там будет пункт, что через три года вы в любое время можете купить обратно. Люди будут покупать токены вашей компании из всего мира. Те люди, которым устроят тот гонорар, который они получат как токен-холдеры каждый месяц или каждый квартал. К примеру, если вы купили на тысячу долларов какой-то токен, да, в какой-то гостинице, и вы получаете 20 долларов каждый месяц, это очень мало инвесторов заинтересует, но в то же самое время очень много простых людей заинтересует. Такая схема инвестиций. И так вы продадите то количество, которое вам нужно собрать, чтобы открыть второе отель, и через три года вы купите свои токены обратно. То есть, токенизация, это реально будет двигать то, что не двигается. И, в принципе, рынок акций тоже не двигается. Поэтому это также позитивно отобразится на рынок акций. В принципе, это позитивно отобразится на всей финансовой структуре. Вот что нас ждет. И это просто потрясающе. DX Exchange базируется в Эстонии. Самый мощный у них маркетинговый инструмент, по сути, то, что они все время говорят, что их программное обеспечение надежное, потому что оно лицензировано на стаках. Что еще нужно отметить? DX Exchange токенизирует акции с помощью эфириума, базируется на сети эфириума. И это всего лишь начало, это маленькие шаги, когда это, конечно, позитивно отобразится на цене эфириума со временем. Но вот тогда, когда большие игроки будут входить в рынок и продавать токени, акции, real estate, золото и все. Все, что можно будет токенизировать и все, что можно продать. Вот тогда и цена эфириума будет расти. И в конечном итоге достигнуть той цены, которая реально имеет смысл быть. Сегодня стоит 150, завтра будет 100 долларов или 500 долларов. Это, по сути, из-за хайпа, скажем, хардфорка или обдавить Константинополь. Цена поднимется. И это не обоснованно ничем. И это неправильная цена. Я думаю так, что большие иксы будут тогда, когда огромное количество токенов будут на сети эфириума. Касательные эфириума, я думаю, что эфириум будет стоить 1500-2500 в этом году. И это уже будет обоснованная цена, что самое главное. Также у нас есть SecureTites, компания SecureTites, которая купила Ripple для того, чтобы токенизировать все, что возможно. В принципе, я там пробовал токенизировать даже YouTube-канал. Это было очень интересно. Если и вам интересно, могу об этом рассказать, как это все работает. Мое следующее видео я бы хотел взять касательно XRP. Потому что, как и эфириум, скажем так, этот цифровой актив, потому что люди не... Есть некоторые, которые, как говоришь, криптовалюты XRP, они начинают беситься. Следующее видео будет про XRP. Если вам интересно мой прогноз на то, сколько будет стоить XRP, пишите в комментариях. Спасибо всем и пока.